Приветствую вас. Я посмотрел ваш профиль, но там не было никаких бобёсов, кроме этого, которые вы задаёте. Поэтому вызывает небольшое недоумение тот факт, что вы пишете о том, что ранее вы писали что-то, но при этом, что именно вы писали, непонятно, и как бы вы ведёте себя так, как будто вы уже задавали вопрос, но я не вижу у вас других вопросов, поэтому вам нужно или дополнить свой вопрос более подробной информацией о себе и о своём положении, и о своей проблеме. Либо, соответственно, обратиться в личные консультации понравившимся вам эксперту и с ним проработать данную свою проблему. Пока я буду исходить из того, надеюсь, что вы написали. А написали вы, соответственно, следующее. Значит, вы пишите, что вам 23 года и что вы не знаете, как жить дальше со всем этим. Очень непонятно здесь, с чем именно. Вы не знаете, как вам жить, то есть, что у вас в жизни вот произошло, что у вас в жизни случилось, что вы не знаете, как дальше с этим жить. Но в любом случае, что бы это ни было, у вас наблюдается определённое противоречие сейчас, внутренний конфликт и, возможно, даже кризис. Поэтому самостоятельно вы его не разрешите. То есть, здесь нужно понимать, что, скорее всего, вы сделали что-то плохое, скорее всего, вы сделали что-то ошибочное, что-то, что вам так или иначе не нравится, что-то, о чём вы так или иначе сейчас сожалеете и, соответственно, соответственно, ну, не просто понять, что в момент, когда вы принимали решение вот как-то поступить, в этот момент вы по-другому поступить попросту не могли. И именно сейчас, когда у вас появилась информация о том, что вы, например, допустим, что вы, например, там, допустим, могли поступить по-другому, вот, а вы себя вините, сейчас вы себя корите, но вы забываете о том, что в момент принятия решения по-другому поступить вы не могли. И вот я просто надеюсь, что пока в этой ситуации мы не знаем, я надеюсь, что вот пока на данный момент это средство поможет вам хоть немножко перестать себя винить, перестать себя накручивать, перестать себя уничтожать за то, что вы совершили где-то какую-то ошибку. Вот. Ошибка это совершенно нормально. Ошибки делают все. Ну, не просто понять, что для вас эта ошибка оказалась, например, ну, возможно, чересчур болезненность. Да, может быть так. Но, опять же, болезненность ошибки, она связана именно с тем, что как вы относитесь к тому, что произошло. Это все же немножечко разные вещи. Вот. Далее. Вы, значит, спрашиваете, значит, думаю, что она всегда останусь одна, потому что такое сделать, это самое, наверное, плохое. Помогите, прошу. Значит, во-первых, ну, по поводу того, что вы сделали плохое, это я уже вам сказал. По поводу того, что вы сделали плохое. Ага, значит, по поводу того, что вы остаетесь одна. Здесь, да, ситуация, конечно, немного тяжелая. Потому что вы говорите, что вы думаете, что вы останетесь одна, то есть вы не хотите оставаться одна. То есть вы боитесь остаться одна. И, как бы, боясь остаться одна, вы тем самым делаете себя не свободной. Вот, опасаясь остаться одной, вы обрекаете себя на не свободу, на зависимость от людей, от тех людей, с которыми вы встречаетесь, с которыми вы взаимодействуете там и так далее. Потому что, ну, объективно, объективно, эти люди, они, как бы, могут вам дать то, что вы хотите получить от них. И если вы нуждаетесь вот в том, чтобы получить чего-то от них, то естественно, естественно, конечно, вы и будете бояться остаться одна. То есть именно по вот этой причине. По причине факта одного страха. Поэтому вот здесь я рекомендую вам подумать, почему вы боитесь остаться одна. Что стоит за этим страхом. Что стоит за одиночеством. Потому что формально, ну, вот, фактически, одна вы не будете. Потому что, я надеюсь, вы понимаете, что вокруг вас всегда будут люди. Эти люди всегда будут вас окружать и, соответственно, одна вы никак не сможете бить, да, если захотите. Другое дело, что одиночество для вас, это вот немножечко, знаете как, это немножечко обобщенное такое понятие. То есть вы говорите, я хочу, я боюсь, точнее, я боюсь, я боюсь остаться одна. Но при этом, при этом, вы не боитесь фактического одиночества. Потому что, как я уже сказал, фактическое одиночество, оно вам не грозит. Именно фактическое одиночество, оно вам не грозит. Вам грозит, по вашему мнению, вот то, как вы это понимаете, вам грозит именно одиночество, скорее эмоциональное. Вот. И если вы боитесь, если вы опасаетесь именно эмоционального одиночества, то у этого есть свои причины. То есть получается, что вы сами не можете, скажем так, без людей рядом с собой. Вам люди нужны для, ну, для чего-то, какие-то потребности ваши, они, эти люди должны удовлетворять. Вот. И постарайтесь, пожалуйста, подумать для себя, постарайтесь подумать для начала о том, значит, что же за потребности, какие потребности люди вас должны по вашему мнению удовлетворять. Вот какие потребности люди должны реализовывать ваши, когда вы находитесь с ними в отношениях. И, с другой стороны, с другой стороны, очень важно, чтобы вы для себя постарались также понять еще и другой аспект. Что именно в вас, вот лично в вас, значит, изменится, что изменится в вашем восприятии, в вашем восприятии себя, если вы будете одна. То есть, как вы будете, например, себя ощущать, как вы будете себя чувствовать, что вы будете о себе, например, думать, если вы будете одна. Одна. Вот это вот тоже, на мой взгляд, очень важный момент, который вам нужно одумать. Потому что вполне вероятно, что вы боитесь не только и не столько того, что вы будете, вы можете остаться одна. Вы опасаетесь того, какие последствия за этим стоят. И вы не знаете, что делать с этими последствиями. И конфликты, которые у вас, вот, есть, конфликты, противоречия, которые у вас имеются. Вот. Вы не можете это, опять же, самостоятельно разрешить. И отсюда возникает этот самый страх. Я рекомендую вам, значит, во-первых, для себя воспользоваться еще одним средством, которое, на мой взгляд, весьма и весьма полезно было бы для вас. Какое это средство? Вы говорите, что я боюсь остаться одна. Что ж, это понятно, но, во-первых, вы боитесь, как мы уже с вами выяснили, вы боитесь не столько остаться одна, сколько вы опасаетесь последствий того, что вы останетесь одна. Тех негативных последствий, которые будут у вас в результате вашего одиночества, скажем так. Вот. И, соответственно, если ситуация такова, то давайте тогда мы с вами попробуем представить себе, «А вот вы действительно остались одна. Вот действительно вы остались одна. все-таки». И вот что тогда вы будете делать? Какие будут ваши действия? Какими будут ваши поведенческие модели? Какими будут ваши поступки тогда? И так далее. Вы постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Постарайтесь подумать на эту тему. И вы знаете, если вы вот сами для себя увидите, как вы, например, ну просто например, хотя бы возьмем просто в качестве примера. Если вы сами для себя увидите, как вы могли бы поступить вот в этой вот ситуации, да, как вы могли бы поступить в ситуации, когда, соответственно, вы действительно остались одна. Для вас сам страх уже будет куда меньше. Вы не будете бояться, потому что будете фактически, фактически, вы будете подготовлены к тому, чего вы боитесь. Ну, это все. Эти все рекомендации, они вам помогут только в том случае, если будет разобрана первоначальная причина вашего состояния. Ну и это поможет вам помочь, если вы будете это использовать, а с психологом работать у вас возможности нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.